Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 8 мая, день Марка, назван в честь святого апостола и евангелиста Марк. Он был из числа семидесяти учеников Господа. Сам был свидетелем-очевидцем некоторых событий из жизни Господа Иисуса Христа. Поэтому он написал Евангелие, в котором излагал события из жизни Господа Иисуса Христа. Написанное Марк отдал на рассмотрение апостолу Петру. И святой Петр своим свидетельством утвердил истину написанного Марка в Евангелии и одобрил его для чтения в церквах. Святого Марка считали повелителем весенних дождей. И если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого рожая. Поэтому крестьяне всегда очень радовались майским морозом. Название дня Марк Ключник возникло по этой же причине. Согласно древним верованиям, апостол Марк имел ключи от неба, которыми он отмыкал его для того, чтобы пролить дождь. Святому Марку сегодня молились о том, чтобы он уберег посевы от засухи. Также просили послать сильные дожди. Даже была такая поговорка. Малый дождик землю грязнит, а вот сильный очищает, урожая прибавляет. Приметы. Кукушка кукует, больше морозов не будет. Высокая радуга в небе в теплой и ясной погоде. Низкая радуга – плохой знак. Если яблони не зацвели к 8 мая, урожая может не быть. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч!